Новое видео выходит каждый день в 20.00 А я же говорил, а я же говорил. Вы знаете, так приятно произносить вот эту вот фразу, когда ты говорил, тебе никто не верил, а сейчас оказывается, что ты реально был прав в той или иной ситуации. Только вот знаете, в чём проблема? Я практически всегда прав, а если я вдруг, мало ли, хоть где-то не прав, то я извиняюсь, так сказать, признаю свои ошибки, потому что я человек. Нам свойственны какие-то противоречия, какие-то вот, там знаете ли, неверные суждения иногда сделаны. Однако я в большинстве случаев прав. Вот про адванс роли плей, про который сейчас и пойдёт речь, я был, так сказать, прав в точности вот точно так же. Дело в том, что совсем-таки недавно Малфой проводил такой опрос в своём сообществе, в своём вот этом вот канале, вот этом вот, ну, ебливом, дебильном, вот этом вот всём плохом, тупое говно, тупого говна, если быть точнее, вот во многих в этих вот ситуациях. Дело всё в чём? Дело всё... Давайте я вам сейчас поподробнее немного расскажу, в чём же всё вот это вот дело. Всё дело в том, что... Ну, как бы, понимаете ли, адванс загибается. И всё было бы нормально, если бы адванс, когда ему приявляли такие очень серьёзные проблемы и ошибки, смертельные адванс роли плей, если бы он это пофиксил, если бы он это исправил, вот хотя бы те ошибки, которые говорил там Ангел Касада. Я не говорю про других людей. Нет, у Ангела Касада ошибки были сказаны вам намного, как бы, чутьче как-то проанализированы, лучше продемонстрированы и всё-всё-всё прочее. Просто, понимаете, когда человек записывает ролик о каком-то другом проекте, он протягивает некую руку помощи другому проекту. То есть, ему это абсолютно невыгодно. Он бы с тем же успехом рассказал про свой проект, на котором он снимает, какие-то хорошие стороны, что-то бы он там ещё рассказал. Однако, в данном случае он протягивает руку помощи, потому что когда-то, возможно, он играл на этом самом адванс роли плей. Он, кстати, играл на адванс роли плей. Я, кстати, тоже играл на адванс роли плей. И я играл на сервере Оранж, чтобы вы вот так вот примерно понимали, то есть, сервер Оранж. И, кстати, я тут недавно узнал, что Ангел Касада тоже играл на сервере Оранж, и ему точно так же, как и мне, блять, удалили аккаунт. То есть, мы такие, знаете ли, братья по несчастью, и мы такие, типа, ууу, классно, круто, вот, и так далее. Так вот, о чём я говорил, о чём я начал говорить и так далее. Малфой, вот этот вот дурачок, вот этот вот дебил, вот этот вот плагиатор вор, ну, конечно, не такой вор, как Митин, но, тем не менее, он вот недавно проводил опрос в сообществе своего канала, и там он спросил, мол, слушайте, пацаны, а вот на каком проекте вы играете? Вы там играете там вот где? На Advance Roleplay, на Samperplay, или вот где? Вот я вот просто не понимаю, вот я хочу узнать, я, как бы, так сказать, записываю ролики на Advance Roleplay, вот где играете конкретно вы, потому что, ну, я хочу вот это вот всё узнать, типа, вообще, типа, ну, вот так вот. Ответьте, пожалуйста, честно. И вот, как всё вышло, как всё получилось? Дело в том, что голоса разделились примерно так. То есть, 27% людей, это, кстати, абсолютное большинство людей, ответили то, что они играют на Arizona Roleplay. 23% ответили, что они играют на Advance Roleplay, на сервере, на котором как раз-таки играют, который продвигает Малфой. Там 25 человек, 25% человек ответили, что играют на другом сервере или не играют в Samper вообще. И, в общем-то, как-то так оно всё и получилось. СТО проголосовало около, ну, давайте округлим, 5000 человек. И из этого можно сделать такую тенденцию, что даже, казалось бы, ютубер, который рекламирует этот самый Advance Roleplay уже на протяжении, наверное, более года, даже его подписчики, даже его аудитория, которая голосует в этом самом опросе, она как бы сама не играет на сервере человека, как бы, которого смотрит, казалось бы. То есть, сервер человек, то есть, человек, да, то есть, ты его смотришь, всё вроде как классно, всё вроде как отлично, замечательно. Но на этом самом сервере ты не играешь, то есть, получается, просмотры есть, лайки есть, комментарии есть, в общем-то, какая-то обратная связь, какой-то фидбэк, да, вот модное слово фидбэк. Вот, то есть, вот этот вот самый фидбэк, он как бы от аудитории есть, но сама аудитория, она не переходит на Advance. Дело в том, что Advance, он уже, в принципе, морально устарел, на нём никто не хочет играть, там абсолютно-таки старое, никому не нужно, никому в большинстве случаев, так я знаю, Ну, на самом деле, в большинстве случаев, наоборот-таки, понятные системы, понятные действия, и как бы всё понятно вообще, что происходит на этом самом Advance Roleplay. Непонятно только одно, зачем там играть какому-то новому игроку, если есть намного более перспективные сервера. Да даже тот же Diamond Roleplay, который брал мод, брал вот эту вот всю основу, вот этот вот самый Тони Батори, Тони Баррир, опять-таки, ладно, неважно. Вот этот вот Тони Батори, Тони Баррир, вот этот вот TV Live Game Show, он как бы, понимаете, он брал основу мода Advance Roleplay, и поначалу вот те люди, если тут, мало ли, на моём канале есть Алды, которые смотрели там какие-то обзоры на Diamond Roleplay, возможно, сами играли, если тут есть такие старички, вполне возможно, что они как бы знают то, что Diamond, поначалу он полностью походил на Advance Roleplay. Та же самая шахта, то есть первые наработки шахты, они прям были вот в точности похожи на Advance Roleplay. Там даже вот те же самые анимации были, чтобы вы понимали, в обзоре Данила Герера это всё проиллюстрировано, там уже шахта была немного изменена. Сейчас, разумеется, шахта на Diamond Roleplay это что-то нечто своё, это то, как должна выглядеть шахта на вот Advance Roleplay. Я уже несколько раз говорил, что Diamond Roleplay это прототип Advance Roleplay, вот как раз таки современности 2018-2019 года. То, как Advance Roleplay должен был выглядеть, а если бы за рулём вот этого вот самого Advance Roleplay находились нормальные, какие-то целеустремлённые люди, которые, так сказать, заказывают рекламу, которые покупают ютуберов. Хотя со стороны, опять-таки, Diamond Roleplay там такая хуёвая политика вот этого вот рекламы, вот тут даже вот не поймёшь, то ли Advance Roleplay в данном проявлении лучше, то ли Diamond Roleplay в проявлении вот этих вот всех серверов, вот этим вот взаимодействием с ютуберами он лучше. Вот тут даже не поймёшь. Вы можете, опять-таки, в комментариях написать, как вам кажется, где рекламная политика или там компания, или рекламная политика, где она лучше, на Advance Roleplay или на Diamond Roleplay. И всё это я вам для чего рассказывал? Для того, чтобы подвести один такой, знаете ли, маленький, или, возможно, для кого-то большой итог, то, что на Advance Roleplay не играют даже подписчики тех ютуберов, которые играют на Advance Roleplay, которые активно этот самый сервер продвигают, и по их личностным заявлениям хотят, чтобы Advance Roleplay выкарабкался, чтобы Advance Roleplay стал каким-то вот таким, знаете ли, амбассадором других серверов. Ну, не амбассадором, возможно, просто топ одним проектом в... Ну, не топ-3 хотя бы, или там топ... Блядь, ладно, в общем, я думаю, что вы меня поняли. Поняли, казалось бы, вот, то есть, казалось бы, после митина освободилось колоссальное количество бюджета Advance Roleplay. И вот его нужно было потратить на покупку ютуберов. Не идут к вам большие ютуберы, потому что сервер говно. Берите маленьких ютуберов от 100 просмотров, платите им по 50 рублей за ролик. Об Advance Roleplay будут знать все в округе. То есть, Advance Roleplay сейчас нужно работать не на каких-то вот привлеченных зрителей, не на каких-то вот этих вот самых привлеченных рефералов. Им нужно работать на наработку своего собственного имени, потому что об Advance Roleplay уже никто не помнит. Если в Самп, мало ли, заходит там какой-то новый человек, или какой-то старый человек, который просто долго там... Я сказал на Advance, я хотел сказать, в Самп. Если заходит какой-то вот новый человек, или наоборот, таки старый человек, который там, знаете ли, давным-давно забросил Самп, он не пойдет на Advance Roleplay. Он посмотрит там, какие сервера сейчас в топе. Он спросит у меня. Скажет, Данил, слушай, вот давно не играл в Самп. Быстрее, быстро-быстро трубы горят. Скажи, на каком проекте можно поиграть? Я ему скажу, что можно поиграть на Arizona Roleplay Chandler IP. Мой ник не в описании под данным видеороликом, в описании у моего вот этого вот брата-близнеца, кузена, двоюродного подлеца. Вот этого беглеца и всех прочих людей. Поэтому Advance Roleplay непонятно, что сейчас делает. Сейчас у них освободилась большая часть бюджета. Большая часть вот этого вот самого бюджета. Я уверен, что все вместе взятые сейчас ютуберы на Advance не занимают ту часть бюджета, которую занимал Митин. И что они сейчас имеют? Куда они растрачивают вот эти вот самые деньги? Да, сейчас начался сентябрь. Это не самое, так сказать, рыбное время для какого-то там, знаете, рыбное, блядь, как будто бы рыб ловят. Для доната, там, не самое лучшее время для онлайна, потому что всем нужно ходить в школу. Со школы все люди, все дети, все люди, все женщины, все там не женщины приходят уставшими, там, не уставшими. Хотят отдохнуть, хотят поспать. Возможно, поиграть в какие-то другие игры, там, расслабиться. Тот же Cas Go или та же, блядь, Cas Go, не знаю. Для пидорасов, в общем, игра оконченных. Та же Dota, вот, в которой может расслабиться. Какие-то прочие игры. Но никто не хочет вот заходить на вот этот вот самый, блядь, Advance Roleplay, копаться в шахте, блядь. Ну, что это за хуйня, там, сдавать на права, да? Пришли из школы, блядь, пошли в Сампи в автошколу, да? То есть, ну, ничего не меняется абсолютно точно. Освободилась, я опять же говорю, огромнейшая часть бюджета. Куда она расходуется? Что с ней происходит? Почему не исправляются те ошибки, которые называл Ангел Касада в своем видеоролике? В своих многочисленных видеороликах? Почему этого ничего не происходит? Мне вот это вот как раз-таки непонятно. Я бы хотел это узнать. Но, разумеется, ответы на эти вопросы я не получу абсолютно-таки ни от кого и, видимо, никогда. В общем-то, я думаю, что на этом уже можно заканчивать мой вот этот вот видеоролик касательно того, что Advance Roleplay, так сказать, окончательно загибается, окончательно там идет по пизде, идет просто нахуй, идет в пизду, вот во все прочие вот эти промежности, отверстия, места. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Не играйте на Advance Roleplay, пока они сделают что-то нормально со своими серверами, со своими ютуберами и со всем прочим. Всем пока.